Сразу включаю презентацию. Видна ли она, да? Да, все хорошо. Хорошо, меня зовут Ланевская Ольга, я из Беларуси, но большую часть жизни прожила в Польше и приехала 5 лет назад в Беларусь для того, чтобы продвигать метод ВНДО, это такой метод самообороны и ассертивности для женщин и девочек, чтобы каждая женщина и девочка чувствовала себя безопасно и хорошо в том пространстве, в том месте, в котором она для себя сама выбрала. И кроме этого я занимаюсь именно границами, личными границами, чтобы каждый человек на планете умел функционировать с другими людьми достойно, чтобы чувствовать себя при этом хорошо и чтобы уважать себя, но при этом уважать других, чтобы воспринимать себя и других как таких равноценных личностей, которые имеют право как говорить «да», так и говорить «нет». И именно сегодня поговорим про более такую уже конкретную узкую тему, это что значит, когда я говорю «нет», какие последствия могут быть идти, какие страхи у меня с этим связаны, откуда вообще берутся причины, что я не могу сказать «нет» и как сделать так, чтобы мое «нет» было очень спокойным, эмоционально уравновешенным и чтобы я чувствовала себя со своим «нет» хорошо, чтобы воспринимала себя как человека, который поступает во благо себе, а не который тянет ношу, такой груз, спасает других и при этом себе вредит, теряет силы, ресурсы, свою энергию. И первое, что я подумала, что очень важно начать с такого вопроса, который связан с моим временем, да, он связан с тем, какая вообще ценность моего времени, как часто я думаю о том, сколько мое время стоит. И тут я говорю про «стоит» не только про финансовый какой-то момент, да, не про деньги, а вообще про мою энергию, про мой ресурс, про мое эмоциональное состояние, про то, как часто я могу оценивать либо не оценивать, что идет за моим временем. Что если я на что-то соглашаюсь, то значит, что, скорее всего, у меня не будет времени на что-то другое. Если я, наоборот, не соглашаюсь, то значит, я могу освободить на что-то время, на что мне времени не хватало. И вот этот вопрос, который я часто могу себе задавать в своей работе, когда очень много предложений от различных организаций, от различных фирм, например, да, как часто я вообще думаю про то, сколько стоит вот именно, например, работа, мое время в этой работе, чтобы потом, как буду я себя чувствовать после, как буду я восстанавливаться, надо ли будет мне восстанавливаться, вырасту ли я с этим временем как профессионал, как эксперт, смогу ли я, например, развивать себя дальше, если буду время тратить на какую-то вещь, которая, в принципе, по сути, я уже со старта, с самого начала знаю, что мне вот это предложение неинтересно. И это если про профессиональный момент. Но если подумать еще про наши личные отношения, про то, как часто я, например, соглашаюсь помочь кому-то, кому помогать не хочу, либо сомневаюсь и так далее. То есть вообще, как часто я думаю о том, насколько ценна мое время и насколько вообще ценна моя энергия, которую я трачу на выполнение какого-то, какой-то просьбы, заданий, ресурса. И тут часто бывает так, что проблема сказать нет, она такая многофазовая, да, то есть чтобы... Почему мне сложно говорить нет? Нет, и я тут выделила несколько аспектов, которые я бы хотела озвучить. Так, первое это то, что связано с совестью моей, и я только хочу уточнить, хорошо ли меня вообще слышно, да? Если никто не... Отлично, слышно, все хорошо. Хорошо. Видно и слышно. Я просто... Спасибо, потому что если кто-то еще подключался потом, в Беларуси немножко сбои с интернетом сегодня, поэтому я буду время от времени уточнять. И возвращаясь к тому, откуда берется это нет, это часто проблемы такие, связанные с детством, или вопросы, которые появлялись в детстве, и которые взрастили во мне человека именно такого, каким я сейчас являюсь. И первое, что я выделила, это то, что связано с совестью. Я тут привела такой пример. Например, когда я хочу, там, тут есть бутерброд, ну, можно, например, я хочу съесть торт, целый торт сама. Ну, на дне рождении, например, моем 10 человек, и мне как-то неудобно есть этот торт самой, потому что кажется, ведь, ну, по совести я должна поделиться и всем выдать равный кусок. И вот эта совесть, это то, что приводит меня к тому, что я вроде как не могу сказать нет, потому что у меня будет же моя совесть, то есть мои какие-то аспекты мучить внутри. Второй момент, это уже не связано со мной и с моим воспитанием, ну, отчасти связано, да, но все равно как бы больше зависит от других людей, то есть это манипуляции, это такое поведение других людей, при котором я не понимаю чаще всего, что происходит и как это происходит, начинаю хвататься за их ключи, цепляться, они меня цепляют, и я не знаю, как из этого выпутаться. Например, когда кто-то хочет одолжить у меня денег, я знаю, что я, например, деньги не одалживаю, но при этом после разговора понимаю, что 100 долларов у меня уже нет, потому что у меня их одолжили. И если говорить про манипуляцию довольно-таки так более широко, то всегда манипуляция это про насилие, про то, как другие перспективы сверху начинают входить в общение со мной, использовать меня для достижения своих целей. То есть я являюсь каким-то инструментом в манипуляции, благодаря которому другой человек добивается своей цели, либо цели. При этом мой интерес, либо мое такое внутреннее состояние не учитывается, потому что важны интересы не мои в этой ситуации, а интересы другого человека. Третий момент, который приводит к тому, что я могу говорить, не могу говорить, нет, это жалость. Это то, что, например, в моем подъезде живет бабушка, и я, например, могу идти на важный митинг для меня, либо на очень важную встречу, а паствуя, эта бабушка встречает меня в подъезде, и мне может сказать, Оля, купи, пожалуйста, мне лекарство. И я думаю, ну ведь она же одна, ей никто не купит, но у меня вот в моей жизни сейчас очень важное событие. И тут дело выбора, что я выберу. И если вот это чувство жалости будет выше, чем мой выбор и во благо себя, то, скорее всего, я сделаю то, что я не хочу. Могу почувствовать себя хорошо, что я сделала хорошее дело, но могу почувствовать себя потом плохо, когда в связи с этим поступком будет рушиться какие-то мои, например, карьерный рост, какие-то мои ожидания, которые были сделаны касательно данной встречи. Следующее, о чем стоит, наверное, еще сказать, это про такое... Чаще всего люди, которые не говорят нет, хотят контролировать ситуацию, контролировать то, что происходит, и таким образом чувствовать себя таким значимым человеком. То есть, если я никому не отказываю, то я думаю, что я просто незаменима. Это также связано с тем, что если я кому-то откажу, то это приведет к тому, что мир просто рухнет, что там планета взорвется, что просто этот человек погибнет без меня. То есть, я сама выступаю в такой роли, как будто я наделяю каких-то конкретных людей какими-то качествами, либо людей, либо вообще события, что если меня там не будет, то все просто пропадет. И это чаще всего такая моя интерпретация. Вообще психология интерпретации является таким ошибочным, то есть, это очень субъективный взгляд на ситуацию, в которой я могу интерпретировать только со своей перспективы, видимую какую-то для меня ситуацию, не учитывая, либо не зная, либо отказываясь, не принимая видения другого человека. Поэтому я могу не отказываться и говорить постоянно «да», но и при этом внутренне так зарабатывать свою значимость. Но тут очень важно помнить, что если есть люди, которые всегда говорят «да», и никогда не отказываются в такие ситуации помочь, то чаще всего другие начинают меня воспринимать, если я всегда говорю «да», как такое, ну, мое легкое «да». То есть мое «да», оно уже ничего не стоит, потому что это будет, как само собой разумеющийся факт, что я всегда поддержу, помогу, выполню за тебя работу, посижу с твоими детьми и так далее, и так далее. То есть это про то, что если я умею выбираю для себя какие-то выгодные или такие дорожки, которые будут приносить какой-то результат и для меня какую-то отдачу, то есть когда я не только даю, но и беру, то тогда мое «да» будет восприниматься другими, как такое более аргументированное, более тяжелое «да». То есть потому что, если я никогда не говорю «да», то я теряю авторитет, по сути, в глазах этого человека и начинаю, и меня начинает воспринимать, ну, что это факт, само собой разумеющийся, что я буду помогать, что тут не может быть другого выхода. Следующий момент – это страхи, и страхи – это то, что вырабатывается у нас в детстве. Вообще такие понятия, как там страх оказаться плохим, страх, например, быть отверженной, это все, все-все корни вот эти начинаются в детстве, да, когда, например, я, меня воспитывают каким-то таким образом, когда я хочу быть хорошей, а я хочу быть хорошей не потому, что я там родилась, чтобы быть хорошей, а потому что, если я буду хорошей, то, скорее всего, меня будут принимать. Мои родители, которые будут мне говорить «Оля, ты хорошая», мои там учителя, которые будут говорить «Вот я сделала домашнее зато, они, значит, я буду таким примерным учеником либо ученицей». Это приводит к тому, что если я не буду хорошей, то, скорее всего, я буду такой одинокой, отверженной. И это одиночество приведет к тому, что, ну, такой страх, что от меня все отрекутся, я буду никому не нужной. Это связано вот с четвертым моментом, да, то есть в такие моменты у меня появляется такая дилемма, выбор, да, либо я начинаю наконец-то сама быть довольна собой, либо я постоянно жду, чтобы другие были довольны мной. И я еще про это расскажу немножко в следующем слайде, чем это чревато, как это влияет на мою жизнь. Шестой момент, это связано с надеждой, что если, есть такие люди, которые воспринимают, что если я буду говорить «Да», то я ожидаю вот это «Да» от другого человека, когда в моей ситуации случится какая-то проблема в моей жизни, и этот человек мне будет должен помочь. Но смысл в том, что очень важно, в принципе, относиться к людям, чтобы так, как бы я хотела, чтобы они относились ко мне. То есть это про уважение, про достоинство, про то, что у каждого, у каждой из нас есть право выбора, как и делать одно, так и делать другое, говорить «Да» или «Нет». Но это совсем не значит, что если я делаю что-то для людей, то они должны делать для меня что-то. То есть это про то, что это всегда про такую, если я хочу что-то взамен, то я это озвучиваю. И тогда это про честность, про то, что я тебе делаю вот это, а ты мне это. Если я не озвучиваю, то тогда это моя ответственность, что я делаю что-то, это не значит, что человек должен мне отплачивать с чем-то потом. И вот это, возвращаясь еще к пятому пункту, я бы хотела сказать про такой баланс брать-давать, и что если я всегда даю, это не значит, что я буду любимой и счастливой. То есть это вот именно корни из детства, что если я буду хорошо учиться, меня точно все будут любить, но потом люди, я достигну успехов, потом люди вырастают, например, не самые престижные в жизни. То есть жизнь идет своим чередом, точно так же, если я буду самой лучшей дочкой для своей мамы, как мне будет казаться, это не значит, что мама будет меня очень-очень сильно любить, это значит, что в наших отношениях есть я и мама, и у мамы будут свои ориентиры на то, какой она является мамой. И тут важно понимать, что если я постоянно даю, то то есть если я постоянно, например, соглашаюсь, если я постоянно делаю то, что мне не хочется, это приводит к тому, что у меня вырабатывается дефицит моего счастья, внутреннего счастья. Этим счастьем я могу назвать внутренний комфорт, например. Этим счастьем я могу назвать свое эмоционально спокойное состояние, когда я не раздражаюсь, когда я не фрустрирую на других, когда мое вечное напряжение уходит, его нет, то есть если появляется напряжение, то оно не вечно, а вот именно я нахожусь в таком состоянии, когда счастье, дефицит счастья, это вот когда, вот именно про напряжение, которое все-таки постоянно присутствует. И результатом такого поведения является то, что я начинаю жить для кого-то. То есть у меня по сути нету своей жизни, потому что нету своего выбора, нету того, что я хочу делать, что я осознанно вырабатывая свои жизненные цели выбираю для себя, для своего развития, для своего успеха, а только подстраиваюсь под жизни других, то есть что мне предлагают я беру. Нравится, не нравится я беру. Я могу выбрать такой подход, это будет мой подход на 100%, если мне с ним хорошо, но если я выполняю какую-то услугу, если я иду за чьей-то просьбой, но при этом чувствую себя плохо, об этом думаю, что я опять согласилась, то, скорее всего, мне это не подходит. И чем быстрее я разорву этот круг для себя, тем эффективнее в будущем будет, например, моя трудоспособность либо взаимодействие с другими людьми может вырастить вообще качество жизни и общение с другими. И тут такое понимание, что если я, например, постоянно наберу на себя какие-то обязанности, которые выполнять не хочу, то, скорее всего, со временем таких обязанностей будет становиться все больше, 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 фрустрации будет нарастать во мне, и я начну чувствовать такое вину, потому что я же хочу быть хорошей, если я не буду хорошей, то я буду чувствовать вину о том, что я не делаю того, о чем, например, что пообещала, на что согласилась. И это приведет к тому, что, ну, все как снежный ком начинает увеличиваться, и я просто могу, например, ну, пиком такой ситуации я начинаю избегать людей, которые меня когда-то просили о просьбе. Я начинаю там ненавидеть или очень злобно высказываться, при этом эмоции мои могут зашкаливать, и это приводит к тому, что я могу либо нарушать чьи-то границы уже, либо тогда также могу эмоционально потом долго себя восстанавливать. То есть в этот момент я уже перешла какую-то свою грань, когда я умею разделять, что хорошо для меня, что хорошо для кого-то, и я осознанно принимаю решение, почему я делаю хорошо для кого-то, и делаю что-то в ущерб себе. То есть всегда вот это различие очень важно замечать, и еще про это я поговорю чуть позже. «Как вообще научиться говорить «нет» и не чувствовать при этом чувство вины?» И тут я бы хотела вообще начать с такого понятия, что такое вина. То есть вина – это наша эмоция, которая возникает в нас, когда я делаю что-то неправильно. То есть это то, что я, например, сделала что-то не согласно своим принципам, таким личным, своим каким-то… у меня есть внутренний стержень, я знаю, как я себя веду, что-то сделала не так и чувствую вину, могу чувствовать стыд с этим. И если я отказываю кому-то и говорю «нет», это не значит, что я делаю плохо, это значит, что я защищаю свои границы. То есть я все время нахожусь в своих границах, я не нарушаю чужие, потому что я, говоря «нет», не вторгаюсь на чужую территорию, я защищаю свои. И это значит то, что даже если мое «нет» приведет к тому, что у человека появляются какие-то дополнительные проблемы с моими «нет», то это его ответственность и его проблема. Она как была его проблемой, так и остается. То есть я могу говорить «нет», но при этом не чувствовать вины, потому что проблема не моя. Я могу помогать только тогда, когда у меня есть на это время желание и когда я вижу цель в этом, смысл своей помощи. И когда я понимаю, что сейчас мое время, ценное время, я готова, могу и хочу потратить на решение каких-то дел, проблем другого человека, либо фирмы, либо организации. То есть это про то, что если я говорю «нет», я, скорее всего, не причиняю боли и вреда. Я говорю «нет» для того, чтобы защитить, очертить свои границы. Важно понимать, что если я очерчиваю свои вот эти границы, и границы – это вообще, если говорить так более широко, это вообще мои правила. Вот часто у меня на тренинге спрашивают, а что такое границы? И если так вот рассмотреть конкретно, то я всегда отвечаю, что границы – это правила, по которым я живу. То есть правила, которые я сама для себя установила, и с которыми мне хорошо. Я могу их менять, у меня есть право их менять. То есть я знаю свои правила, потому что на основе их я принимаю какие-то решения. И если я знаю свои правила, то есть я знаю свои ценности, я знаю, что для меня важно, я, например, знаю свои цели жизненные, то тогда вот эти мои правила приводят к тому, что я не извиняюсь в тот момент, когда кто-то внедряется в мою территорию, в мои границы. Это говорит о том, что если я отказываюсь, то я делаю это уверенно, четко, спокойно, это значит, что я эмоционально тоже не возвышаюсь, я не кричу для того, чтобы отказаться. То есть я знаю, что у меня есть правила, у меня есть мои цели, у меня есть мое время, и я сейчас не хочу участвовать в чем-то, что для меня неинтересно. И то есть если я говорю, извини, что вообще, извини, я не буду за тебя делать твою работу, например, или там, извини, я не проведу за тебя тренинг, это про то, что я извиняюсь только тогда, когда я, например, кому-то наступила на ногу в транспорте, то есть когда я нарушаю чьи-то границы, когда кто-то вторгается в мои, я могу вежливо, то есть вежливо это значит, что я могу сказать нет, но при этом не чувствовать вины. То есть опять что, вот это извинение наше, когда мы не нарушаем границ другого человека, связанное с тем, что нам как бы плохо из-за того, что мы все-таки можем сказать нет. И если говорить вот про нет, просто многие считают, что если я буду говорить часто нет, что вообще нет приведет к каким-то таким большим последствиям. И если начать с такого понимания, как часто вы вообще обращаете внимание, как часто вы говорите нет. Нет, это всегда, если уходить от эмоций и говорить про факты, нет, это всегда про факты. То есть я не думаю про другого человека, как он себя будет чувствовать, а думаю про себя, как я сейчас, что я чувствую, как я хочу, чтобы было, и как мне с этим вообще потом жить, чтобы чувствовать себя хорошо и достойно. И, например, если многие мои участники, участницы тренингов говорят про то, что вот я сейчас скажу нет, а это разобьет такую бурю, меня уволят, меня больше никогда не пригласят никуда. Это все то, что опять происходит с интернет-трекратией в моей голове, когда я начинаю рисовать огромные планы, негативные планы на свою жизнь, еще ничего не сделав в том направлении, чтобы вообще не впутываться в чужие эмоции, в чужие какие-то задания, в чужие вообще обязанности, но при этом уже расписала свою жизнь до конца. И тут, если, например, вы считаете, что вам тяжело говорить нет, подумайте про то, как происходит с вашим нет, когда вы точно уверены в каком-то факте. Например, это в ситуации, когда, например, в Минске сейчас не идет дождь, и я, например, на вопрос, идет ли сейчас дождь, я могу сказать нет, не идет. И я уверена в этом нет, это нет не вызывает у меня никаких эмоциональных таких крючков. И это как бы информативное нет, которое во мне где-то глубоко сидит, я в нем четко уверена. И когда я буду знать свои ценности, свои правила, свое там жизненное кредо, то тогда это будет для меня факт. И этот факт мне тоже будет проще озвучивать. Если меня предлагают остаться в неурочное время на работу, еще поработать 3 часа, и за это мне не заплатят, то тогда я знаю, что я, если я знаю, что для меня важно время с моей семьей, то тогда у меня не будет этих сомнений. Просто я тогда четко говорю нет и спокойно, потому что я знаю, что я выбираю свою семью. Если, например, я знаю, что я готова поработать за деньги, то тогда я говорю, я могу остаться, но за дополнительную плату. И с этим вообще связано то, что здоровые отношения между людьми качественные, здоровые с такой медицинской точки зрения, вот именно социальные, когда я говорю, что у меня здоровые отношения, это значит, что я не только умею говорить «нет», но я и умею слышать «нет». То есть чаще всего, если я являюсь такой целостной личностью, полной личностью, которая знает свои стороны, которая знает как слабые, так и сильные стороны, знает то, в чем я хочу развиваться, то, чего мне не хватает, то, скорее всего, я буду понимать, что другой человек является такой же целостной личностью. И вот именно качество наших отношений тогда может выстраиваться на основе того, что я принимаю то, что другой человек может быть другим, вот именно. И я выдерживаю вот эти наши отличия между нами, и после того, когда мы с чем-то не согласны, мы с чем-то не договорились, кто-то не подстроился под другого человека, и наши отношения продолжаются, что мы умеем все-таки договориться, в этом и есть, по сути, здоровость отношений. Если же кто-то не принимает мой отказ, например, то тогда наше общение носит такой функциональный характер, и я выполняю, я являюсь инструментом в этих отношениях, и тогда наши отношения – это не про качество, а про функции, да, то есть тогда есть какой-то главный механизм, и я являюсь винтиком. И тут это уже моя ответственность, чтобы понимать, что я хочу с этим делать, хочу ли я жить опять жизнью других, решать чужие проблемы, выполнять чужие обязанности, либо я все-таки беру ответственность в свои руки, понимаю, что мои решения могут нести какие-то последствия, но при этом я отвечаю за свои решения. Следующее, то, о чем я бы хотела рассказать, это вообще как начать менять ситуацию, с чего начинать говорить «нет», я уже сказала вот про этот факт касательно дождя, если дождь не идет, скорее всего вам легче сбудить слово «нет», что его нет, этого дождя. И я говорила постоянно про границы, сказала про то, что границы – это наши правила, если у меня есть свои жизненные цели, приоритеты, если я умею принимать решения, понимая, что каждое мое решение, оно ведет к каким-то событиям, оно как может мне что-то давать, может что-то забирать. То есть помнить стоит про то, что если я говорю «да», то это значит, что, скорее всего, я уже где-то сказала «нет», потому что это время свое я уже заняла, эти возможности я использую в каком-то конкретном направлении и не могу уже использовать в другом. Точно так же и наоборот. Следующий момент – это то, что я перехожу от слов к делу. Я тут вам написала такое упражнение, и я предлагаю его сделать дома в любой свободный для себя момент и ответить для себя очень-очень честно. Например, взять А4 лист и разделить его на три части, на три колонки. Первая колонка – это подумать о том, что я хочу делать в своей жизни, но делаю редко. Например, я хочу ходить в лес каждую неделю, а хожу раз в месяц. И, например, я могу записать «хочу ходить в лес каждую неделю». Следующая колонка – это то, что я хочу делать, но вообще не делаю никогда, либо очень-очень редко. Например, я хочу сделать кругосветное путешествие, либо я, например, хочу пробежать марафон и выписать то, что на самом деле вы бы хотели, но никогда не делали. Либо делали раз, вам понравилось, но в связи с вашей работой, в связи с вашими обязанностями вы больше этого не делали. И третье – это то, что я хочу делать, но не делаю в связи с моими ценностями или то, что я считаю морально. И третья колонка чаще всего будет связана с какой-нибудь агрессией, с сексуальными какими-то желаниями или с тем, как я хочу у кого-то что-то сделать. И, в принципе, третья колонка – это колонка на такую терапию про то, что, например, происходит во мне в плане сексуальности и агрессивности, и ее я бы оставила на стороне для того, чтобы заняться первой и второй колонкой, для того, чтобы понять, что на самом деле, как часто говоря кому-то «да», я ухожу от того, чего хочу на самом деле я. То есть, если я хочу ходить в лес каждый день, но при этом каждый день могу вести тренинги, то тогда у меня не останется времени на лес. Если я хочу произвести кругосветное путешествие, но при этом, например, езжу куда-то поближе, главное хоть на денек вырваться, то, скорее всего, я могу тогда не сделать свое кругосветное путешествие, чтобы подумать про то, что вы хотите на самом деле и как это реализовать, и начать с реализации. То есть, если я понимаю свои границы, если я понимаю себя, знаю себя, знаю, что я хочу, то тогда я могу уже действовать. А слова – это одно, но важно в этом всем понимать, что слова – это не действие, поэтому действие – это как такой весомый аргумент к тому, что, зная теорию, я могу переходить к делам. И третий момент, он связан с такой честностью – перестать врать, когда нужно сказать «нет». То есть, если я придумываю постоянно такие отговорки, что у меня болит зуб, у меня сегодня семейный вечер, у меня сегодня я иду в кино, либо опять что-нибудь, что-нибудь, и думать про то, что другой человек не видит, что мы врём. Это ошибочное мнение. Если вы замечаете, как вам врут и обманывают вас другие, то, скорее всего, другие люди тоже видят, как вы их обманываете также. И тут очень важно говорить правду, не вдаваться тогда в подробности, если вы сейчас будете врать, не оправдываться про то, чтобы сказать, например, «Оля, ты хочешь со мной пойти в кино?» Я могу сказать «нет». А почему ты не хочешь со мной пойти в кино? Я могу сказать, что я не хочу с тобой идти в кино. А почему? Ну, например, могу сказать «мне неинтересно», потому что если… не потому, что у меня сегодня нет времени, если оно у меня есть, то оно у меня есть, и я не буду об этом врать. Я могу сказать факт, после которого, скорее всего, дискуссия закончится, либо сказать, что если я захочу сходить в кино завтра, тогда я предлагаю альтернативу тому, что происходит. Еще об этом я чуть расскажу позже. И уже вот так я уже потихоньку буду заканчивать, подытоживая такое. Важно вообще с чего начинать, хотя я уверена, что вы говорите нет, это не то, чтобы молчить, что начинать важно с того, чтобы вообще перебороть страх отказа, то есть перестать расписывать поэмы в своей голове, что произойдет, если я скажу нет. Никто из нас не знает, что произойдет. И чаще в такой ситуации я начинаю придумывать поведение другого человека, переключая фокус себя на него, а это приводит к тому, что в моей жизни эпицентром становлюсь не я, а другой человек, при этом я живу в будущем и теряю настоящее. Поэтому очень важно прочувствовать этот страх, что он есть, заняться им, но подумать, что страх – это не моя жизнь. Страхи могут присутствовать в моей жизни, но они не вся моя жизнь. Выбрать, например, верный способ коммуникации, выбрать форму ответа. Это значит, что это не значит, что я должна всегда лично что-то говорить. Я могу написать в мессенджере, в мейле, например, когда человек на меня давит, я чувствую, что он давит, то я могу ему озвучить тот факт, что мне надо подумать про форму ответа, что я отвечу себе через два дня, чтобы я могла сама взвесить за и против и подумать, где ценность моего времени, чего я хочу. Важно не входить в эти оправдания, потому что оправдаться, оправдываться – это про вину. Если я не чувствую вину, если я не делаю ничего плохого, если я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мое время, в мою жизнь, в мое пространство, тогда я черчу границу и остаюсь в комфорте с собой, со своей работой, со своими обязанностями, при этом не оправдываюсь, если я хочу сделать что-то другое. Могу предложить варианты, это альтернатива. Если я, например, все-таки понимаю, что сегодня это нет, но завтра, либо через месяц это да, то я могу сказать сама, что сегодня я не могу, но завтра я могу. И, например, в зависимости от ситуации, которую вам надо решить. Следующий момент – твердо стоять на своем, иногда это называется такая техника заезженной пластинки. Это про то, что чаще всего, например, это работает как с детьми, точно так же, когда взрослые говорят, точно так же и на работе, когда я точно знаю свою цель и иду за своей целью. Например, если я говорю, что я не хочу работать по выходу по выходным, я не буду работать по выходным, да, и тогда там, ну, сегодня исключительный день, там, сегодня надо спасать организацию, я не работаю по выходным, но ты же должна нас поддержать, я не работаю по выходным. Что бы ни происходило, я отвечаю один и тот же, даю ответ. Следующее – это такое согласие, часто в маркетинге используется, да, когда я вроде как говорю да, но при этом говорю нет. Это значит, ну, это такие уже хитрые, немножко хитрое поведение, когда я говорю, что я могла бы тебе помочь, если, например, мне предлагают какую-то работу, там, за вот работу предлагают, я могу, я могу ее выполнить, но за такие и такие деньги, да, за какие-то, предлагая свои условия, то есть свои условия, на которых мне будет удобно. Либо, например, мне надо, меня просят дописать отчет, я могу сказать, я могу его дописать, но, там, например, завтра я не выхожу на работу, беру себе выходной. То есть на моих условиях я вхожу в ситуацию другого человека. Сохранять спокойствие внутреннее, может быть, оно, у вас будет такая своя революция, но снаружи это такое спокойствие, которое говорит о том, что я уверена в своем решении. Ну и самое важное, это не забывать думать о себе, это всегда про то, что насколько я соглашаюсь, это очень важно понимать, мне кажется, насколько я соглашаюсь помочь другому только потому, что я хочу это сделать, либо потому, что я считаю, что я не имею права отказать. То есть если я считаю, что я не могу отказать, это уже про нарушение границы, про насилие в широком понимании. Если я соглашаюсь, потому что я сама этого хочу, это про поддержку, про качественное общение, потому что я знаю, и я в этом уверена, что я могу сказать и да, и нет. И я только так много говорила про нет, и сейчас бы хотела еще немножко сказать про да, чтобы не зацикливаться на том, что вся моя жизнь теперь должна строиться из нет, да, что когда вообще говорить да? Это когда вот это предложение либо услуга не идет в разрез с моими планами или принципиными, то есть опять возвращаясь к теме личных границ, если я себя знаю, я знаю, какие мои границы, я знаю, чего я хочу, тогда я сверяюсь со своими границами, если я могу, тогда и все неплохо, не идет в разрез, тогда я соглашаюсь. Когда вот человек, мой собеседник, человек, который мне что-то предлагает, пытается, не пытается повлиять на меня, не давит на меня, не, например, ускоряет меня во времени, не говорит, например, в магазине, это часто бывает. Вот у нас такое предложение, оно действует только сегодня, вы пожалеете, если им не воспользуетесь. Это про такие уловки, которые влияют на наш мозг и которые приводят к тому, что я соглашаюсь даже на то, чего я не хотела, только потому что я боюсь внутри потерять какую-то возможность, о которой еще я там пару дней назад даже не могла подумать. Это, да, это всегда про новые возможности, про то, когда я хочу развиваться, про то, что я знаю, что это мое да даст мне, не только я кому-то что-то дам, но и получу. Вот это про новые возможности. Когда мое да не влияет на отношения с близкими, когда я не соглашаюсь на что-то, не подвожу других людей, которых я люблю, то есть тех людей, которые дают мне поддержку, тех людей, которые меня принимают и которые меня не ранят. И поэтому, если я даю ответ да, то это значит, что этим самым я не раню своих близких, потому что они, например, надеялись на время со мной, потому что они рассчитывали на что-то. То есть это про то, что если мой приоритет мои близкие, тогда они остаются моим приоритетом, даже если поступает какое-то такое заманчивое предложение. Потому что потом я могу чувствовать себя плохо и потом возвращаюсь к теме совести. Моя совесть может быть неспокойной, если я вижу, как из-за моего поведения страдают мои близкие. И следующий момент это про интуицию. Если моя интуиция, я не могу логично назвать причину, но я чувствую, что вот интуитивно это то, что расширит мои горизонты. То есть если говорить уже вот так еще раз подытоживая, то есть это про такое здоровое отношение, качественное отношение между людьми, даже если это какие-то услуги, это всегда про то, что я, то есть если я с кем-то в отношениях, любых, то тогда это всегда про возможности, что я не только даю, но и могу брать. То есть если я не только теряю ресурс, энергию, но и также это всегда про то, что я этот ресурс и энергию получаю какими-то бонусами, какими-то возможностями и так далее. И такое уже подытоживание того, что я говорила, и про это, про честность. То есть я говорю только то, что я думаю. То есть если я начинаю выдумывать какие-то отговорки, если я не хочу соглашаться на что-то, на соглашаюсь, это тоже приводит к тому, что я теряю такой вес происходящего. То есть это связано с тем, что каждое мое слово имеет вес. Если я соглашаюсь на что-то, я, значит, ограничиваю же себя в чем-то. Если я на что-то не соглашаюсь, я тоже могу себя в чем-то ограничивать. То есть если я говорю и да, это имеет какой-то вес и последствия в моей жизни, и нет, может иметь какие-то последствия. И это про то, что если я осознанно в своей жизни принимаю решения, то это значит, что я отвечаю за каждое слово, которое я сказала, и также я отвечаю за те слова, которые я не произнесла. То есть если я соглашаюсь на что-то, что мне было интересно, я не злюсь на то, что другие люди мне предлагают какие-то там возможности, я соглашаюсь, они мне неинтересны, зачем они мне предлагают, я ведь не хочу. Только я несу ответственность за то, что я отвечаю за то, чтобы им сказать нет. То есть моя ответственность не впутываться в такие события, которые мне по сути неинтересны. И несмотря на то, что слова имеют вес, и слово несет какой-то результат, я бы очень хотела обратить ваше внимание на то, как я говорю, потому что само слово нет, это только часть пути. Важно не слово нет, важен результат, который идет за этим нет. То есть это про мою цель, с какой целью я говорю да, либо нет. Это про тон и силу голоса, про то, что мое нет, оно в принципе, уверенное нет снимет много вопросов ко мне. И то есть оно будет однозначное, и если будет какое-то пояснение, оно тоже однозначное. То есть я не... Если мне неприятно с этим нет, то тогда я не улыбаюсь, красив меня, да. То есть это про то, что я отвечаю за способ, как я излагаюсь. То есть если я начинаю нервно при этом кричать, повышать голос, то, скорее всего, эмоциональный фон уже мой так забился, что я больше ссылаюсь на эмоции, нежели на факты, на то, что по какой причине я, например, отказываюсь. Важно обращать внимание на способ построения предложения. То есть он, я всегда рекомендую, должен быть таким однозначным. То есть если, например, сегодня мне предлагают провести вечер в кругу друзей, я этот вечер хочу провести одна. И мне задают такой вопрос, Оля, хочешь ли ты прийти к нам в гости? И я говорю так, ну, знаешь, мне сегодня вечер для меня одной. И это не значит нет. То есть когда я так начинаю... Вроде в моей голове это нет, но я начинаю запутывать эту ситуацию. Это всегда про то, что я все равно боюсь сказать. Ну, правдивое нет. Тогда я говорю прямо нет. И если я хочу пояснить, я поясняю. То есть если я говорю хочу, тогда на первом месте я высовываю вот это да, либо нет. Нет, если я не знаю, и мне надо время, и я тоже про это говорю в самом начале. Чтобы не запутывать. Это про то, что ни себя, ни другого человека, чтобы мой текст считался однозначно. Важна при этом позиция тела, расстояние, где я стою от человека, взгляд. Очень я рекомендую смотреть в глаза, чтобы ваше нет считывалось однозначно. Чтобы ваше тело было уверенным, стойким. То есть чтобы ваша шея не уходила в плечи. И чтобы если вы считаете, что ваши руки, вы хотите закрыться и сложить руки, хотите открыться. То есть чтобы вы выбрали такую позицию тела, которая будет добавлять вам уверенности, а не наоборот. И чтобы другой человек, который слышит какое-то там высказывание от вас, чтобы он считывал и интерпретировал его по-своему. То есть эта позиция тела, это то, что всегда добавляет положительного результата к моей цели. И, наверное, на этом я бы завершила такую теоретическую часть. Тут еще написано «мейл мой» и в Фейсбуке можете также найти в Индуа Беларусь. Хорошо. И теперь так. Если какие-то комментарии, либо перейдем к такой практической части. Я бы приготовила такие сценки, кейсы, и Женя бы вас разделила на маленькие группы. И я бы предложила тогда на основе того, что вы услышали, на основе того, как вы поступаете в своей жизни, на основе вашего опыта, как можно выходить из этих ситуаций, которые я описала. И это бы выглядело так, что каждая группа получает ситуацию, свой номер, открывает в Google Doc'е эту ситуацию, читает ее, и потом на форуме уже голосом обсудили бы, что можно сделать в этой ситуации. Я думаю, что для каждой обсуждения ситуации в своей мини-группе 4-5 минут. Женя, только у меня просьба, чтобы ты выслала ссылку, потому что я с телефона, чтобы не искала. Сейчас сделаю. На сколько групп ты бы хотела, чтобы мы разделились? А сколько нас осталось? Нас сейчас 10 человек. 10. Ну, давайте тогда 4 группы, тогда по 3. Меня, пожалуйста, не засчитывай. Ну, ты просто выйдешь тогда автоматически разделю, ты выйдешь из этой группы, ладно? Хорошо, хорошо. Вопрос про запись. Я тогда сейчас пока останавливаю, да? Думаю, да.